друзья всем привет я врываюсь в этот ролик пока еще солнечный день хоть уже сентябрьский повсюду горят костры рябин и как говорится снова 3 сентября и сегодня у нас на обзоре действительно интересный и мощный электроскутер white сибири city coca pro max на 3950 ватт ну давайте обо всем по порядку начиная я честно говоря на нем еще толком сегодня даже не прокатился поэтому сейчас пульну и потом уже поделюсь своим первым впечатлением так 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 набирает он вообще бодр о как мягко то блин саня ты вообще почувствовал как у мягко идет прям вообще до поворачивать надо конечно чтобы размах для поворота но пуля это вообще пушка просто вот 45 километров и тормоза вообще бодрый блин сани мне прям нравится реально то есть мало того что и подвеска есть прям сто процентов отрабатывает он мягкий хорошее сцепление с асфальтом я уж не знаю за счет чего но колеса здесь тоже гигантские я думаю за счет этого конечно бы ну первое впечатление очень положительная давай пойдем дальше визуально выглядит прям потрясно вот это слово думаю подойдет это реально ретро байк с удлиненной вилкой как у мотоцикла он выглядит сама по себе длина у него большая чуть позже померим обязательно массивного будет мощно реально как байк вот я сижу на нем я уже как будто смотрюсь на нем как не то чтобы как ребенок но в ту сторону хотя и роста мне нифига не маленькие вес тоже поэтому до техника уже действительно серьезно давайте обсудим где на нем можно кататься и кто может использовать данный транспорт но смотрите если у вас небольшой вес и рост вам скорее всего просто будет неудобно с ним управляться нужно всегда в первую очередь смотреть по сиденью сидение сейчас находится примерно на уровне моего пояса чуть пониже и мне он подходит по размеру дальше смотрите уже сами где же на него можно кататься конечно и по дорогам общего пользования и по каким-то крупным парком таким как в днх сейчас мы находимся в днх по каким-то набережным по коттеджным поселкам по дачам и так далее но все-таки помните что если вы будете ехать по дороге общего пользования на каком-нибудь из поворотов сто процентов вы можете заинтересовать на этом крупном байке сотрудников дпс да мы сегодня не заинтересовали хотя мы ехали и катались по этому парку и тут если честно всем охранникам пофиг конкретно в днх объясню почему здесь какого только электротранспорта не существует да и не только электротранспорта в днх мне кажется это король парков где катаются на всем годик-два скорость будет уже летать по воздуху я уверен поэтому к нам да никто не подошел к нам нет вопросов но вы просто имейте ввиду что сотрудников дпс такой яркий мощный и массивный электроскутера заинтересовать может поэтому конечно будет хорошо если при вас всегда будет находиться вот такая вот интересная карточка чтоб не было к вам лишних вопросов но если вы рассматриваете к покупке данный транспорт чтоб кататься где-то по коттеджным поселком по дачам возможно у вас там есть гараж то там права ну не то чтобы прям вообще не нужны про скорее всего сотрудников дпс встретить там гораздо сложнее чем в городе поскольку электробайк действительно уже большого размера я думаю вам будет полезная информация его габаритах и мы конечно все померили длина у нас получилось примерно 196 сантиметров если мерить кофром то плюс-минус 215 сантиметров также мы померили конечно же от земли до руля получилось 112 сантиметров а если мерить по зеркалам поверху зеркала 135 сантиметров и ширина которым померили вот так вот по рулю 78 сантиметров что по поводу хранения поскольку электроскутер уже действительно большого размера удобнее всего и лучше всего как мне кажется хранить его в гараже но все-таки бывают разные варианты я в своей жизни встречал людей которые хранят такой крупный электротранспорт даже на балконе до балкон должен быть не маленьким и надо заморочиться чтобы затащить его ну люди бывают разные поэтому кому как удобней также на дачах бывает не обязательно полностью крытый гараж а например навес самое главное даже если он будет находиться под навесом чтобы в него не попадала вода а на зиму все просто вы отключаете литий-ион аккумулятор убираете его в дом в теплый и весной обратно подключаете и все заново начинаете кататься и радоваться а знаете что мне еще порадовало что на многих именно вот таких вот сити кока электроскутерах клиренс сантиметров 15 даже бывает 12 здесь уже 20 кто-то сейчас напишет вот 20 тоже мало ребят час снимал час будут кадры с бордюром и это прям достаточно уже хорошая цифра но мы переходим ходовым характеристикам давайте по традиции начнем с движка привод приходится на заднее колесо и здесь мощность двигателя тихая сигнализация как автомобили и мощность двигателя здесь 3950 ватт это прям хорошая такая цифра и подрывает он неплохо и как заявляет производители максимальной скорости 71 километров в час давайте прямо сейчас проверим и так но теперь самое время разогнать этот байк на максимальной скорости как и сказал буквально парочку назад прозвучили заявляет что у него максималка 70 километров в час но прямо сейчас мы проверим я включил приложение на смартфоне также конечно есть спидометр на приборной панели которые уже показывает 60 километров в час что еду и также хочу напомнить что мой вес чуть больше 80 килограмм и так давайте посмотрим какая у нас уже скорость уже 64 километров в час и подождем еще чуть-чуть уже 65 километров в час и видно что он смартфоне скорость чуть-чуть отличается но незначительно я чувствую на самом деле что байк уже больше не может разогнаться то есть скорее всего это его предел честно говоря мне уже даже так страшновато поэтому такой скорости как мне кажется хватит для этого аппарата и самое главное вот смотришь на него вот это реально уже какой-то полноценный мотоцикл но руки не в солидоле не в масле от вас не воняет бензином и мозг просто он даже не до конца понимает что это электротехника блин не на радующее а чего же питается данный байк понятное дело что отличил на аккумулятор но от какого вольтажом 60 и 21 ампер часа очень легко отсюда его достать есть ключи очень много ключей если вы не мечтали стать ключником или мечтали это уже неважно станете тут всех просто не запомнить мне кажется надо по мастером подписывать серьезно ладно смотрим вставляем ключ поворачиваем влево после чего отключаем питание от аккумулятора аккумулятора имеется вот такая ручка и достаем то есть да он достаточно быстро съемный все тащим домой заряжаем на этом аккумуляторы который здесь установлен вы сможете проехать в районе 50 километров понятно дело плюс-минус что влияет на разряд батареи сейчас расскажу во первых это вес пользователя рельеф дороги по которой вы будете кататься минусовая температура также тоже дополнительно влияет на разряд аккумулятора и встречный ветер учитывая что транспорт большой массивный сегодня где бы не катался практически везде чувствовал что ветер мешает на ехать ну что значит мешает просто я его ощущал я ехал против ветра а это также влияет дополнительно на разряд аккумулятора поэтому если вдруг вам будет его мало вы всегда можете докупить второй аккумулятор чтобы увеличить а точнее удвоить ваше расстояние есть есть дека открываем ее ключом тут нас имеется место для второго аккумулятора все просто прод питанием уже проведен осталось только при батарею стал к положить ее подключить и кататься итак смотрите я уже получается катаюсь далеко не первый час пока мы снимаем обзор и я обратил внимание что очень сильно данная техника привлекает внимание людей на даче двоем да на даче вообще да конечно когда мы снимаем обзор на футбайке они тоже привлекают людей здесь прям что-то чересчур при много зрителей до в основном это взрослые мужики хотя и женщины тоже подходили интересовались фотографировали данную технику спрашивали сколько стоит ну и все в этом духе ну что мы сказать да действительно аппарат интересный как я уже сказала катаясь не первый час и уже будет месяц второе впечатление мне очень нравится как он мягко идет мне нравится что есть большое и опять же да мягкое сидение спокойно можно нем разместиться вдвоем то есть водителю и пассажиру мы сегодня так уже покатались с оператором вообще вполне себя комфортно ощущаешь на этом транспорте вдвоем ну и ходит по асфальту он вообще прекрасно как корабль плывет вот серьезно мне прям понравилось если бы не было вот свой дом был свой коттедж с гаражом они квартира который нет балкона то я бы наверное рассмотрел бы такой транспорт к приобретению переходим к механической части я уже не разу ролик сказал что транспорт действительно большого размера выглядит он должен массивно но из чего же здесь рама давайте проверим у меня в рулетке в кончике имеется магнит давайте посмотрим руль магнитится до подножка само собой магнитится и сама рама тоже везде магнитится значит это у нас стали ну понятно дело не алюминий так как вес здесь 87 килограмм но зато максимальная нагрузка у него 260 килограмм блин прям реально серьезная цифра в этом пути встретилась горка причем довольно круто я легко без всяких там разгонов на нее заехал я думаю даже если будет 10 2 пассажир все равно скутер справится и обоих закатить сюда вообще изи катка я бы сказал ну слушай у меня такой этот вариант мы с тобой везде катались вдвоем давай сейчас тоже попробуем давай расскажи пожалуйста про подножки что есть мы да вот как раз подножки до их уже разложил до этого каждой стороны подножка это чтобы не стал ноги на деку но то есть это получается вот так вот сейчас переворачиваю да вот ногу поставим все красава расскажи пока про свой вес сколько у тебя так у меня 70 килограмм где-то 72 может быть ты вообще худеешь каждый обзор все сильнее и сильнее у меня я не знаю сколько это что если честно схуднул килограмм 80 есть так скажем да сейчас объедем эту гору и попробуем в нее уже заехать вдвоем ну слушай тут уже можно сказать что вот мы едем с тобой вдвоем по бездорожью грубо говоря и он тянет вообще спокойно я сижу сзади мне вообще классно поясница прям держит этот кофр держит поясницу да но если бы ноги я держу вот я могу даже ехать без рук он валки ничего пусть я ездил на мотоциклах допустим сзади и это было совсем по-другому то есть я там боялся как здесь вообще-то и все нормально александр горка горку да давай пробуем погнали горка вообще легко прям очень прям изи ну то есть да на велосипеде конечно какой минус что там вдвоем на велике даже на подвайке даже на большом на самом большом футбайке вдвоем разместиться все-таки нереально как бы не так комфортно и удобно как здесь здесь очень большое сидение поэтому просто едем чили в роде катаемся по парку как бы вот именно преимущество этого электроцикла уж на мотоцикле сюда нельзя конечно есть не второй день по парку вообще никаких проблем вот мы едем я сижу вот и еду без рук поясницу мы придерживает кофр я там откинулся вообще класс кружка да слушай а ты чё скажешь вот по поводу того что ты как управляешь а управлять удобно сидим вот как управлять ну смотри в него центр тяжести просто весь снизу то есть внутри батарея внизу движок внизу он сам тяжелый мы сейчас тобой вместе сяли сели прижали его к асфальту и он еще лучше держит дорогу понимаешь плюс колеса очень широкий 215 миллиметров и не хорошее сцепление поэтому прям поп и просто он набирает прям я тебе скажу что из того на чем мы с тобой вдвоем катались это прям топчик вот прям топ еще бы людей вообще не было мы выбрали просто выходной день чем как обычно итак давайте посмотрим что у нас по колесам они здесь 12 дюймов диаметром мы померили только что от начала покрышки до конца рулеткой получилось 45 сантиметров то есть да они не просто выглядят крупно они есть большие на самом деле также мы замерили ширину она получилась 215 миллиметров это сколько в сантиметрах это 21 с полиной сантиметра и поэтому при необходимости если что вы можете их немного под спустить чтобы они как бы являлись дополнительная амортизация для данного электро скутера хотя честно говоря на нем этой двойной подвески вполне себе достаточно чтобы комфортно и мягко ощущать себя во время поездки также хотел бы отметить что здесь большого размера дека то есть действительно смотрите вот я сел у меня рост 184 сантиметра и видно сколько остается еще вокруг меня пространство и спереди и сзади и сбоку то есть я могу ноги постоять вперед ехали так вот по разваленном состоянии кайфовать либо поставить посередине где конечно удобнее всего либо ближе вот сюда вот к сиденью и честно я катался конечно же не на одном уже электроскутере здесь прям очень много места для ног а это ощущается сегодня мы катались еще сани с оператором вдвоем часто этот кофр но можно его убрать и поставить спинку который кстати идет тоже в комплекте для пассажира но мы и без нее вполне себе комфортно себя ощущали потому что у самого кофра тоже как бы есть вот спинка видно надеюсь сейчас ее и мы вдвоем ехали вы парни не маленький но нормально и комфортно мы все ощущали во время передвижения на этом электроскутер что касается подвески на этом скутере она здесь двойная то есть спереди вилка полноценно действительно хорошо отрабатывает и еще также сзади подо мной находится пружинный амортизатор который тоже на удивление неплохо отрабатывает и все это в совокупности приятно влияет на комфортную поездку но мы наконец-таки переходим к органам управления давайте начнем с левой стороны руля здесь в принципе все интуитивно понятно каждая кнопка находится на своем месте красная кнопка эта кнопка звукового сигнала смотрите как громко он сигналит реально как автомобиль следующая кнопка это поворотник так включается левый каким образом включается правый здесь стать поворотники имеется а как спереди байка так и сзади следующая кнопка это включение дальнего огня но перед тем как я про него вам расскажу переходим на правую сторону руля и чтобы вообще просто включить свет используем эту кнопку таким образом включается дневной ходовой огонь далее включается ближний свет и теперь что включить дальний свет переходим на левую сторону руля и таким образом он включается также здесь стать еще имеется стробоскопы чтобы их включить нужно сделать два раза вот так 1 2 1 2 если они будут нужны просто знаете что так они включаются кнопка реверса здесь не работает не обращаю внимание просто она расположена здесь по умолчанию так как этими рулями также еще и комплектуются три цикла и там конечно она выполняет функцию задней скорости смотрим чуть выше три скоростных режима 1 2 3 на третьем вы можете развить максимальную скорость на этом электро скутере все в принципе все думаю понятно и кстати да полноразмерная ручка газа как на мотоцикле а также у этого скутера довольно яркий информативный большой дисплей давайте посмотрим что он им есть во первых это индикация заряда батареи тут же можно рядом увидеть вольтаж снизу одометр это то сколько проехал данный скутер за все свое время чуть выше располагается у нас спидометр час нали потому что мы стоим на месте и справа можно увидеть скоростной режим 1 всего их 3 далее уже снизу мой дисплей отображаются включение поворотников например когда я включаю видно что стрелки начинают мигать и также видно когда включается дальний свет давайте вам прямо сейчас расскажу от первого лица про скоростные режимы всего здесь три скорости и даже на первой скорости если честно говоря скутер подрывает прям очень сильно сейчас я обгоню всех ребят на самокатах без труда очень легко дается даже на первой скорости сейчас при топе посмотрим все уже 40 лет даже больше он пойдет просто для этого нужно время на второй скорости все то же самое только скорость набирается быстрее дай динамика разгона увеличивается и на третьей скорости то же самое только динамика опять же становится гораздо так скажем энергичней ну и на ней соответственно третьей скорости можно развить максималку еще одно наблюдение от меня здесь дисковые гидравлические тормоза и они прям очень хорошо отрабатывают ну и выполняют свою функцию сейчас немного разогнался от километров 20 останавливаюсь прям сразу как в копотный тормозит то есть далеко не все тормоза так хорошо отрабатывают ну а сейчас давайте обсудим дополнительные плюшки которые я не упомянул начнем с держателя для телефона это очень хорошо что он здесь есть вот так вот он работает это удобно достаточно далее идем зеркала заднего вида мне нравится как визуально они выглядят ну и конечно не всегда вам придут на помощь если вы хотите посмотреть кто там сзади пытается вас обогнать но теперь переходим комплектации которые также вместе представляется с этим spec-то и первое что идет здесь комплекте это конечно вот такая вот спинка для второго пассажира мне лично больше нравится как выглядит кофри учитывая что у него тоже имеет спинка для пассажиров но если вам кажется что много занимает место для вам просто он есть не нужен ставить эту спинку и катаетесь идем дальше важный момент это тур и кид который также идет в комплекте вместе с этим скутером в этой сумочке находится и отвертки и ключи которые вам могут пригодиться где-то по дороге когдаever будет кататься Вдруг что-то, не дай бог, конечно, но раскрутится Вы всегда самостоятельно это можете закрутить И следующий момент Это, конечно, зарядное устройство Следующий важный момент Это, конечно же, инструкция по эксплуатации данной техники И есть еще одна инструкция Которая тоже идет в комплекте Это инструкция по эксплуатации литий-ионных батарей И самый, наверное, важный элемент Как мне кажется, это вот такой вот чек-лист То есть лист контроля, который мастер проверил Проверил все элементы Когда собирал данную технику Перезаправка ее вам Ну что, самое время подвести итоги Сделать выводы в конце видео Если тезисно, это мощный, интересный аппарат Кататься на нем самое удовольствие, конечно Это по ровному асфальту Хотя, опять же, если будет какая-то небольшая неровность Встречаться на дороге, то ничего страшного Он вообще легко проглотит Опять же, вы сейчас видите, я еду по траве Точнее, даже тут не просто трава, а грунт Какие-то небольшие холмники встречаются Он легко тоже их проезжает Но на асфальте все, это просто корабль Он начинает плыть Вот я поворачиваю ручку газа, и он просто улетает Грубо говоря, он подходит для умеренного Внедорожье для грунта, для травы и для асфальта Кататься специально по супер бездорожью Я просто бы не стал Да зачем? Это не прикольно и не комфортно А сейчас давайте я вам расскажу про сигнализацию И про этот брелок, который здесь есть, очень удобный Как и в автомобиле, то есть здесь 4 основные кнопки Кнопка молнии, это чтобы дистанционно Включить данный аппарат Нажимаем ее два раза, и он заводится Чтобы поставить на сигнализацию Вы нажимаете закрытый замок Все, слышите звуковой сигнал Это значит, он сейчас находится на сигналке Если вы пришли на парковку, и каким-то чудным образом Получилось так, что там таких скутеров Очень много, и вы не можете среди всех найти свой Нажимаете на значок Вот такого звукового сигнала И он вам сигнализирует о том, что хозяин Я здесь, найди меня И вы к нему, соответственно, подходите Но это все понятно, это реально как в обычной машине Но здесь есть интересная кнопка Старт-стоп, и мне она гораздо больше нравится Она очень удобная То есть смотрите, сейчас, во-первых, он выключен И чтобы его включить без проблем Чтобы не включилась сигнализация Вы должны для начала нажать открытый замок Нажимаем Все, после этого нажимаем старт Слушайте звуковое оповещение Вот такое приятное Он включился То есть вы можете прямо сейчас на него сесть и ехать Но, допустим, представим Что вы подъехали в магазин, чтобы купить воды Не хотите вообще пользоваться ключами Вот вы подъехали Нажимаете еще раз на эту кнопку То есть стоп Грубо говоря, глушите его Уходите Представим все Подождем секунд 10-15 Вы ушли в магазин за водой И сейчас произойдет еще одно звуковое оповещение Ключи у меня в руках Я их вообще не нажимаю Вот даже оставил Смотрите Сейчас немножечко подождем Будет звуковое сигнал То есть автоматически этот транспорт Поставится на сигналку Все, слышали? Представим Подходит злоумышленник И хочет его угнать Если я его сейчас задену И так понятно, что будет звук Но он физически пытается его скатить с места Смотрим Слушайте? То есть мало того, что он начинает очень сильно Вот так вот орать Реально очень сильно Все, все Сейчас будет войнушка Все эти звуки Да, да, да Из игр Все понятно Но самое главное, что блокируется физически колесо На сегодняшний день Далеко не на каждом электротранспорте Далеко не на каждом даже электроскутере Будет физически из-за сигналки блокироваться колесо А здесь будет так То есть злоумышленник не сможет его просто укатить Поэтому да, это очень здорово В этом обзоре про данные электроскутера Я постарался рассказать максимально все и подробно Но если все-таки я где-то что-то запамятовал Переходите на наш сайт Изучайте информацию самостоятельно И так скажем, более досконально Но если и после перехода на сайт у вас все равно останутся какие-то вопросы Смело звоните нашим менеджерам И они уже точно вам помогут во всем до конца разобраться Ну и что вам осталось сделать, дорогие друзья Это, конечно же, подписаться на наш канал Если вы вдруг до сих пор по какой-то причине не подписаны Пожалуйста, самое время это прямо сейчас сделать Напишите любой комментарий Поставьте лайк и нажмите на колокольчик Тогда мы будем понимать, что такие обзоры вам интересны И, конечно же, будем продолжать снимать их и дальше Ну а на сегодня, я думаю, на этом все До скорых встреч, друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok